приветствую всех на канале пчеловодство и природа сейчас у нас наконец-то наступила настоящая зима морозы 10 градусов вокруг сугробы пасекам вся в снегу в юге метели у нас обычно вот февраль месяц такое есть на в нашем регионе последние годы конечно бы было и теплее было и бесснежные зимы но в этом году зима действительно показала себя во всей красе вот на пасеке делать сейчас ничего как бы пчелам уже что успели сделать то успели вот часто меня мне задавали вопросы почему я рано раскладываю candy в ульи пчелам так вот ответ подтверждается этой погодой что у нас можно это делать приблизительно до нового года плюс еще там какая-то неделька после нового года и обычно после нового года наступают морозы снега ветра и уже тогда приходится ожидать уже до марта месяца но сегодняшнее видео я хотел бы осветить два вопроса таких узких вопроса но достаточно важных при выводе маток значит вопрос нужно ли пчелам при выводе маток в семье воспитательница стимулирующая подкормка значит я учился мотководству по книге главный редактор профессор вячеслав харнаш api mondia монографии книга называется мотководство составитель профессор доктор наук фридрих рутнер издательство пимонии вот так вот выглядит обложка это с интернета принципе в интернете полностью эта книга есть можно ее скачать ну и значит смотреть вот она так выглядит мотководство биологические основы и технические рекомендации составитель профессор профессор доктор рутна значит что здесь что здесь я хочу отметить значит вот ответ пункт 4 2 1 наличие в природе нектара все пчеловоды согласны в одном период хорошего сбора нектара это плохое время для вывода маток казалось бы да еще раз период хорошего сбора нектара имеется в виду это обильный медосбор вот обильный медосбор это плохое время для вывода маток читаем дальше прием бывает плохим и уход оставляет желать лучшего часто пчелы отказываются даже от уже заложенных в семье маточников иногда особенно в семьях воспитательницах с матками пчелы уничтожают даже уже запечатанные маточники бурмистрова 1963 год при хорошем взятке наблюдала вывод более мелких маток с меньшим числом яйцевых трубочек это проводились исследования в разных странах разными учеными матка водами селекционерами и здесь обобщены эти все выводы обильное поступление нектара по-видимому несовместимо с выращиванием потомство подавление этого инстинкта на наблюдается также при районе напротив поддерживающий взяток пчеловоды считают очень благоприятным для вывода маток небольшой взяток поддерживает жизнь пчелиных семер матка откладывает яйца пчелы кормилицы занятой работой однако и здесь возникает вопрос не считает ли пчеловод просто интуитивно что такой деловой настрой семьи сам по себе должен лучше способствовать приему маточных личинок и уходу за ними чем когда пчелы в безвзяточные дни сидят дома без дела действительности они и в этот период усердно выращивают имеющийся расплод лишь не расширяет большое расплодное гнездо но здесь много как бы интересных таких моментов объяснений но я просто буду пройду потому что это неинтересно так затем просто читать читать и читать если кто-то кому-то будет интересно ссылку на эту книгу я оставлю где можно зайти в интернет и почитать все это сказано и намного больше для себя можно взять здесь я вот остановлюсь еще на одном значит мнение что небольшой взяток оживляющий пчеловиную семью должен также стимулирует вывод маток заставляет пчеловодов при недостаточном взятки имитировать его и давать челом побудительную подкормку вот на этом я хочу остановиться он как правило начинаете с небольших порций жидкого сахарного или медового сиропа за несколько дней до постановки племенного материала продолжает подкармливать семью каждый вечер до запечатывания маточников потом он прекращает подкормку чтобы воспрепятствовать застройки маточников этот вид побудительной подкормки при выводе маток насколько распространен что кажется почти невероятным сомневаться в ее действенности в прежние годы я также верно следовал этому способу позднее принял применял сахарное тесто а теперь совершенно отказался от какой-либо побудительной подкормки в начале и во время закладки маточников я даже не даю больше семьям при полном отсутствии взятка после того как мне не удалось установить связь между побудительной подкормкой и приемом маточников при отсутствии взятка размеры маточников не уменьшаются как иногда приходится слышать ну и так далее так далее так далее и значит ну как бы в конце сейчас я зачитаю как берет ну такое резюме конечно семья воспитательница должна быть в изобилии аспе и обеспечена кормами большое значение имеет пыльца без которой невозможно выращивание расплода семья воспитательница должна иметь запасы пыльцы особенно если и повторно используют для вывода маток тогда разумеется в безматочных семьях нередко создаются большие излишки пыльцы ну наконец семья воспитательница даже располагать также обильным углеводным питанием медом или сахарным кормом это однако не означает что она должна захлебываться этим кормом нет никаких доказательств что большой избыток углеводного корма способствует лучшему ходу за маточниками скорее наоборот вот ну как бы ну и да и вывод матковод должен на глаз правильно определять обеспеченность своих семей воспитательниц кормами то есть резюме из этого всего ну как бы и я также с этим согласен семья воспитательница не обязательно надо ее дополнительно стимулировать подкормкой при том что она хорошо обеспечена медовыми запасами и запасами пыльцы то есть если даже нету поддерживающего взятка то пчелы отлично выращивают маток что и подтверждается вот рутнером своих выводов ну у меня конечно просьба написать в комментариях кто как к этому относится может кто-то совершенно не согласен со мной кто-то согласен приведет свои примеры ну то есть я жду от вас комментариев и второй вопрос который мне часто задавали значит в период когда маточники перед выходом маток за 12 дня в каком положении должен быть маточник значит все время от момента закладки от момента приема на воспитание значит маточники размещаются вниз значит висящие так вот вопрос нужно ли так маточник держать до самого выхода матки или же в какой-то момент этот маточник можно положить а еще дальше а можно ли наоборот его разместить то что совсем противоестественно и этот вопрос мы тоже находим в этой книге рутнера мотководство значит страница сейчас смотрим значит ответ на этот вопрос мы находим пункте 413 выживаемость маточников и читаем неудачи с маточниками связывают большей частью с их охлаждением но это происходит в очень редких случаях я в течение трех часов содержал маточники различного возраста в комнате в подвале и в холодильнике впоследствии почти из всех их вышли матки которые были нормально развиты только маточники из холодильников не выдержали и дня из подавляющего числа других особенно содержащихся в комнате вышли матки наиболее чувствительными оказались маточники период окукливания личинок и вскоре после этого особенно в период 10-12 дней после откладки яйца но больше чем охлаждение маточником в этот период вредны сотрясения когда прививочную рамку на пятый день после прививки личинок до девятого дня после на пятый день после прививки личинок или же это на девятый день после откладки яиц то есть сразу после запечатывания переносят из семьи воспитательницы в инкубатор даже короткие толчки могут привести к значительным потерям такая чувствительность сотрясением сохраняется позже не в такой степени до 14 дня развития после этого сотрясения уже не причиняют вреда маточникам по ходу работы их можно спокойно класть на бок вниз верхней частью и даже встряхивать матки выходят из них не поврежденными вайс 1962 год то есть проводил опыты и вот это нашел подтверждение и рутнер также описывает это как ну как это все подтверждено опытами поэтому теперь переходим к тому что каким образом можно размещать маточники перед выходом маток так вот лучший способ я говорил и предыдущем видео это размещать сами маточники либо в семью воспитатель в семью без маточную семью либо в отводок без маточный отводок либо в нуклеус значит принимают вышедшую матку отлично то есть без вопросов намного лучше принимают чем давать неплодную матку ну и если необходимо какое-то время чтобы эта маточка вышла и или запасная было некоторое время неплодной или куда-то переслать ее что она должна выйти где-то с пчелками еще некоторое время пожить то тогда варианты такие вот у меня выходят матки вот в таких шприцах я показывал это прошлогоднее видео и вот часто мне задавали вопрос у меня они вот таким вот образом размещались на рамках прямо на рамках в семье воспитательница или в любой другой семье и мне задавали вопрос почему они у тебя лежат вот таким вот образом почему они не ну как бы не вертикально висят так вот я зачитал вопрос ответ на этот вопрос что в это время можно даже размещать вверх ногами и уже этой маточки ничего не будет еще раз это за один-два дня до выхода мата также то что я показывал шприцевую технологию на 2 миллилитров их шприцах можно размещать маточники вот в такие клеточки универсальные клеточки гайдара вот здесь размещать корм то же самое пчелок и значит если не сильно раздутый маточник то прекрасно он сюда помещается выходит маточка и сразу вот в такой клеточке вот можно вот такие я сегодня хотел осветить два вопроса явля не узкие узкая тема такая но достаточно интересно и много мнений на эту тему вот я хотел бы услышать ваше мнение что вы думаете по этому поводу ответы на эти два вопроса у кого какой опыт и как бы кто что об этом думает на этом все пишите комментарии пока